Два года назад президент России Владимир Путин предложил установить новый профессиональный праздник – День работника скорой помощи. И сегодня на скорой медицинской помощи Черкесской принимали гостей и подарки. Кто пришел поздравить удивительных людей, которые во многом являются примером настоящего служения и верности профессии, расскажет Альбина Ламкова. Станция медицинской скорой помощи Черкесской – это не просто профессиональный коллектив, но и большая крепкая дружная семья. Люди, преданные своему делу, они рядом тогда, когда так необходима помощь. У руля боевого поста медицины стоит Анзор Охтов. Это служба, которая на сегодняшний день одна из самых ответственных, одна из самых нужных. Мы находимся на передовой, мы первые, кто встречается с пациентом. В продолжение Анзор Охтов отметил, что каждый из сотрудников ежедневно сражается за жизнь и здоровье людей. После приветственных слов главного врача станции скорой медицинской помощи обратился и министр здравоохранения Казим Шаманов. Работая министром, упросил главу вернуться, чтобы в свой родной коллектив. На самом деле это спецназ здравоохранения всей Российской Федерации, это служба скорой медицинской помощи. Вы те, которые реально спасаете человеческие жизни. Круглосуточный режим работы скорой помощи во время пандемии продолжался и после смены. Не могли оставить службу, так как количество звонков увеличилось в 2-3 раза и составляло 700 вызовов в день, отметил Казим Шаманов. Все достойно прошли сложный период пандемии, поэтому с большой благодарностью были вручены грамоты Министерства здравоохранения за добросовестный труд сотрудникам станции скорой помощи в их профессиональный праздник. Очень приятно, что мы уделяем внимание. За нашей спиной два до очень тяжелых года. Тяжелые больные, когда приезжают на вызов, уже с процентом поражения, с дыхательной недостаточностью, и практически оказать грамотную помощь, и суметь диагностировать это, и довести больных до стационара. На счету этих людей сотни спасенных жизней. Все они герои – врачи, фельдшеры, диспетчеры и водители. Их поздравили представители партии «Единая Россия». Они привезли 200 килограммов фруктов. Был отмечен колоссальный труд медиков, которые на протяжении пандемии боролись со смертельной опасностью, принимая на себя первый удар во имя спасения жизни пациентов. Казима Захатаревич сказал, что есть программы, которые именно направлены на укрепление первичного звена здравоохранения. Мы в этом направлении работу будем продолжать. И в этом году даже большее количество автомобилей запланировано. Но, конечно, здесь очень важно отметить, что все это делается заслуженно. Самые тяжелые дни во время пандемии уже позади. Но, тем не менее, все на боевом посту. Они всегда спешат на помощь. Хотя работа трудная, но все же и сдержки профессии восполняет искренняя благодарность людей. Ну и человеческое тепло, понимание, внимание. Бывают бабушки говорят, что приехал внучок, он меня успокоил, сказал какое-то доброе слово. И у него уже даже психологическое состояние улучшилось. И человек чувствует себя лучше, легче. Вот каждому из вас, кто не растерял ту человечность, которая присуща каждому, а сохранил ее и дарил частичку тепла, хочу сказать огромное спасибо. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево, Черкесия.